Всем привет на канале CryptoCommons, на самом офигенном криптоканале. И давайте без воды сразу перейдем к делу графикам. Только сначала быстро скажу для тех, кто новенький. Вот такие вот фейковые сообщения в комментариях, типа CryptoCommons Admin, спасибо за просмотр, за дополнительными советами, Whatsapp. Это все абсолютнейшие мошенники с камерой, ни в коем случае не ведитесь. Вот, даунвоутите их, дизлайкайте и делайте им репорт. Вот, нежелательный коммерческий контент или спам, репортируйте их и удаляйте нахрен. Этим вы помогаете нашему каналу и админам бороться с мошенниками, чтобы никто, не дай бог, ни в коем случае не попался. Мы всю инфу даем только бесплатно, никаких платных сигналов, никаких доверительного управления и прочего отстоя. Так что это сказано и поехали к делу. Ну что, рынок у нас зеленый, все отскакивает, как собственно мы с вами ожидали, уже третий месяц, можно сказать, ждали. Вот он, происходит отскок, никто не верит, сейчас все фиксируют прибыль. Поэтому я думаю, что, на мой взгляд, он будет дальше происходить. Индекс страха и жадности все еще в экстремальном страхе, но уже начинает стрелочка подниматься, что хорошо. Потому что весь последний месяц, а точнее два, мы опять же были здесь внизу. И по логике сейчас мы начинаем куда-то идти, вот сюда или даже вот сюда. По хешрейту сети, хешрейт начинает восстанавливаться. После того, как он очень сильно просел, и майнеры отключались, массово в Китай переезжали, там кто куда, в Техас, там в Казахстан, Монголию. Вот сейчас мы видим, что восстанавливается хешрейт, это радует, конечно же. И за ним вслед также подтягивается и цена. Также мы видим, что балансы на биржах тоже немного восстановились. Балансы биткоинов на биржах в момент падения восстановились. То есть это что значит? Что обычные люди сбрасывали минус, а биржи аккумулировали. Потому что если вы посмотрите, обычно, когда цена растет, балансы бирж падают. Потому что все зарабатывают, все выводят с бирж, и, собственно, биржи им отдают выводить. Но не на любой рост. Например, здесь, смотрите, на прошлом был ранен, на росте балансы бирж также росли. Поэтому в долгую, конечно же, они будут расти, так же, как и цена. Но в моменте мы видим, да, что слабые руки продали, сильно откупили. Интересная вещь по капитализации мы можем с вами заметить, что, смотрите, с одной стороны похоже на медвежий рынок уже все это, да? У нас тут есть резкая вершина. Потом мы падаем и уходим куда-то в некий медвежий тренд, как было вот здесь, допустим, да? Смотрите, достаточно похоже. И, в принципе, можно согласиться. Но все, конечно, будет зависеть от того, как мы сейчас себя поведем. Отобьемся и полетим наверх или упадем вниз. И даже если мы отобьемся и полетим наверх, это тоже может быть все равно медвежьим рынком, так же, как было вот здесь. Смотрите, мы же тоже отскакивали несколько раз и пытались вернуться к тем же значениям. Но на самом деле, если вы посмотрите на капитализацию альткоинов в соотношении с биткоином, то есть вот эта прямая линия сверху 100% это биткоин, а вот капа альткоинов, то мы видим с вами, что на самом деле тут еще есть куда расти. То есть альтсезон, он на самом деле только начался этой весной. Посмотрите. То есть многие альты сейчас подходят, еще даже не подошли к своим историческим максимумам из 2018 года. Но вот эфир даже, несмотря на то, что эфир уже стоит дороже, чем стоил в 2018 году, тем не менее его капитализация еще не пробила исторический хай, потому что монеты эфиров напечатали еще там порядка 30 или 40 миллионов. Соответственно, ему теперь, чтобы дойти до предыдущей капитализации января 2018, ему нужно еще чуть-чуть подрасти, то есть в цене дойти где-то до 5000 долларов примерно. Также и остальные монеты, всякие риплы, карданы и прочее. Посмотрите, они все еще даже не дошли до своих хаев. То есть с этой точки зрения здесь, в принципе, бычий тренд именно по альткоинам и биткоину. По гласноут, опять же, по индикатору Net Realized Profit Loss мы видим, что сейчас мы снова выходим в плюс, но перед этим 2 месяца у нас практически все позакрывались в минус. Посмотрите, у нас было самое красное время за всю историю. Ну как и самое зеленое вот здесь. То есть очень многие были в прибыли вот здесь, когда биток был по 30-60, и потом, опять же, когда он снова был по 30, уже очень многие были в убытках. То есть это значит то, что они набрали здесь еще больше и не смогли выдержать этой просадки. То есть сейчас мы видим снова возврат к зеленым значениям. Это хорошо. По индикатору Puel Multiple тоже мы отскочили от нижних значений исторических зон аккумуляции и пошли дальше наверх. И мы еще даже не близко к зонам фиксации прибыли, к зонам пика бычьего рынка. Соответственно, сейчас похоже, что мы только-только разгоняемся к очередному забросу наверх. Типа как было вот здесь. Посмотрите, вот здесь мы сначала отскакивали, падали, снова отскакивали. И здесь тоже. То есть мы шли волнами. И вот сейчас у нас эти же волны, которые все-таки аккумулируются пока с нижних границ. То есть это опять же указывает нам на то, что был уран не окончен. И скорее всего осенью мы увидим, как и планировали. Шестизначный биткоин, пятизначный эфир и все такое. Высока вероятность этого, исходя из ончейн анализа. Хэш-риббан. Мы видим капитуляцию майнеров. Это вот эти вот красные зоны на графике. И как мы видим, после них обычно что следует? Очень внушительный рост. Посмотрите. То есть хэш-риббан, капитуляция, это уже, как правило, практически на самом дне загорающийся индикатор. И компрессия сетки сложности тоже начала пампить. О чем мы делали недавно пост в Телеграме. И в видео, по-моему, говорили. То есть вот здесь все еще мы были с вами в зоне накопления. Даже на вот этом внушительном росте с 7000 на 60, мы все еще даже не вышли из зоны накопления. Как вот здесь и вот здесь, посмотрите. То есть этот рост, это было что-то вот такое. И вот сейчас мы начали пампить. То есть это исторически, это сигнал на очень сильное движение. Среднесрочное, долгосрочное движение наверх. Так что он, чейн-аналитик, кричит нам буквально о том, что это лонг. А люди все кричат, что это шорт. Так что это идеально, по-моему, складывается инвайромент. Вот посмотрите на хэш-риббан. Здесь все еще не загорелся сигнал на покупку. Но мы видим, что разворачивается потихонечку вот эта кривая. То есть в какой-то момент все, вот капитуляция заканчивается. И мы начинаем расти. И тогда-то и загорится этот сигнал, как было вот здесь перед ростом. И как было во все прошлые разы. По Market Cypher у нас, посмотрите, какой красивый дивер вырисовывается на дневке. Money Flow выходит из красной зоны. Огромная зеленая точка. RSI развернулся, Stochastic развернулся. И вот мы с вами отскакиваем. То есть круче не придумаешь на самом деле. Поэтому давайте попробуем сделать небольшой теханализ по биткоину и еще по паре монет. Ну смотрите, вот у нас получается есть такой каналчик. Вот такой вот примерно каналчик. И по всем законам рынка, даже если это медвежий флаг, то мы как минимум идем сейчас на ретест его верхней границы. А это у нас примерно 39-40 тысяч. То есть и потом вниз, например, если вы верите в медвежий сценарий. Но на самом деле мы можем также и показать, что это было тройное дно с медвежьей ловушкой. И за тузымунизу уже конкретно наверх. Поэтому тут, грубо говоря, относительно безопасный трейд. Относительно безопасный трейд. Это сейчас лонг до верхней границы канала с постепенной разгрузкой. Ну и если вы в большом плече, то, наверное, с коротким стопом куда-то вот сюда или чуть ниже этого канала. Я лично сделал так. Вот я нахожусь сейчас в лонг трейде. Например, по эфиру на Bybit. И расставил ведра на разгрузку. Плавные ведра на разгрузку где-то по 5% от позы. Через каждые 100 долларов. 2.100, 2.200, 2.300. Вот по 2 уже отработало ведро. И вплоть до 2.900 или до 3. То же самое и по Ripple у меня стоят ведра на разгрузку. То есть это не на шорт ведра, а это ведра на уменьшение позиции. Даже не всей позиции, только часть, половину позиции разгрузить спекулятивную. По Ripple вот такие вот ведра тоже вплоть до доллара стоят. По Биткоину то же самое. На Femex держу лонг. У ведра вплоть до 42 на разгрузку части позиции. И по Dash то же самое. Dash long. Ведра вплоть до 400 долларов. На разгрузку частичной позиции. Не финансовый совет. Дисклеймер. Если вы хотите также торговать на этих биржах, получить бонусы на депозиты, поддержать наш канал, то ссылки вы найдете в описании под этим видео, либо в закрепленном комментарии. Лучшие биржи это Bybit, Femex, Binance, Ascendex, Poloniex. И рабочие обменники для ввода-вывода крипты. CryptoExchange, FastChange. Ну и холодные кошельки, все полезные видео и кучу нужной информации вы найдете здесь. Обязательно добавляйте на наш второй канал, в наш телеграм-чат. И вот здесь вы можете найти все ссылки на нас также, если тыкните на taplink cc CryptoCommons. Также краны, чтобы собирать бесплатную крипту, здесь есть внизу. В принципе, практически по всем альткоинам сейчас похожая ситуация. Вот Polkadot открылся случайно, ваш Polkadot. Тоже он сдулся, посмотрите, как сильно, от хая до лоу на 80% упал. То есть мини-медвежий рынок такой мы видели, типа как в 2013 году был. Мини-медвежий рынок, скорее всего, внутри бычего. Потому что поймите, если вы думаете, что бычий рынок окончен, то этот медвежий рынок слишком быстро произошел. Но как бы, как минимум, даже в нем сейчас должен быть сильный отскок, если это медвежий рынок, и потом только отваливаться назад. Потому что он уже за 2 месяца сдулся на 80%. Это то, как обычно сдуваются за год, за полтора монеты в медвежьем рынке. Поэтому тут, как минимум, очень сильный отскок, я думаю, нас ждет. Теперь смотрите, по эфиру есть торговый план. Смотрите, по эфиру вырисовывается еще более красивый каналчик. Вот у нас обрисовались с вами границы некого флета. Вы можете это разметить и как прямой канал, и лонговать это куда-нибудь до 2 900, до 3. И можете консервативно как треугольник нарисовать. Даже в таком случае, даже в случае, если это треугольник, то вот у вас эфир. Если вы уже в лонге, конечно, то все ништяк. Вам еще лететь как минимум куда-нибудь на 2 300, 2 280. И потом только вниз во флэт. И то, тут посмотрите, какие шикарные дивера, зеленые точки. Не думаю я, что это так. Но в худшем случае это так. В лучшем случае это так. Или вот так как-нибудь. Поэтому в любом случае предпочтение сейчас наверх. Эфир к биткоину. Эфир к биткоину еще более уверенно смотрится. Посмотрите. Вот этот весь огромнейший памп, который у нас был в мае, он даже не сдулся. Вот мы сейчас консолидируемся, рисуем треугольник. Он, конечно, может по теханализу пробиться вниз, если биткоин пойдет лучше. Но потом, я думаю, что все равно мы увидим следующую волну наверх. Да, скорее всего так и будет. Хотя не думаю, что сейчас прямо он полетит наверх. Но в целом это все тоже наверх. Если вы посмотрите, отдалитесь, то эфир идет куда-то к предыдущим хаям. Вот он сейчас на уровне вот этого сопротивления находится. Идет его пробивать по ходу. Это 8 миллионов 800 тысяч сатоши. Следующее сопротивление это 10 миллионов, ну 11 миллионов сатоши. И последнее сопротивление это 14-15 миллионов сатоши. Я думаю, что эфир в обозримом будущем пойдет по этим этажам. С учетом того, какой сильный рост сейчас DeFi сектора, стейблкоинов на эфире и всего остального, я думаю, вполне возможно, что он так сделает. Но еще более интересно выглядит в таком случае Dash, потому что, посмотрите, у Dash, конечно, не такой сильный фундаментал, наверное, как у эфира, в плане это вообще не база для смарт-контрактов. Но Dash, тем не менее, это самая крутая цифровая наличность из всей крипты. Самая быстрая, дешевая и неломаемая. И посмотрите, где он сейчас. То есть вот мы видим, что нормальные объемы только-только начали заходить, вот на этой зеленой свечке. Кто-то купил по маркету 50 тысяч монет Dash на днях на нашем стриме. И RSI все еще валяется перепроданной на недельках. То есть тут в плане потенциала для роста, это, пожалуй, сейчас самая крутая монета из реально рабочих продуктов. Тем более он реально используется во многих странах уже к оплате, и в магазинах, и в кафе, и за авиабилеты, и за гостиницы, и за все остальное. То есть тут потенциал просто огромнейший. Еще раз говорю, кто готов сидеть и ждать, тут потенциал до all-time high к доллару 1200%. И по логике, когда мы его перепишем, то там потенциал не ограничен уже какой-нибудь там на пятеру. Почему нет? Посмотрите. Если вы посмотрите, как монеты себя эти все ведут, они именно так себя и ведут. Если туда, то это будет 4000%. Вполне возможно, кстати. В прошлом был ранее Dash дал 100 иксов, в этом даже если даст 40 иксов, ну там получится больше с нижней точки, то будет очень даже неплохо. Dash BTC тоже выглядит. Вот только-только, посмотрите, макро-дивера многолетние, многолетнее накопление, и мы видим разворот тренда. И посмотрите, где он был. Он был выше, чем эфир. То есть в принципе Dash BTC вот только-только у нас пересекается с тахастик, и зеленые точки в сайфере прямо здесь пробивают, посмотрите, и мы просто улетаем в космоса. Поэтому ничего не поменялось по Dash глобальному, ну да, подзбрили хомяков тут чуть-чуть, а с кем не бывает. Опять же, кто не верит в это, вспомните эфир классик. Я вам то же самое говорил, набирайте эфир классик вот здесь. Я надеюсь, что вы набирали. Смотрим, что сделал эфир классик к доллару. Эфир классик к доллару уже переписал all-time high. Никто не верил в это не то, что в all-time high. Посмотрите, у него был all-time high 40 долларов, и он сейчас, кстати, его ретестирует. Не верили даже в 10 долларов вот здесь, когда по 5 набирали, а он улетел на 100 с чем-то. Понимаете? И сейчас ретест all-time high происходит, и скорее всего дальнейший подъем, потому что связанный с эфиром, опять же, с переходом на proof of stake, я думаю, классик себя еще покажет. То же самое сейчас происходит с Dash, который валяется вот здесь. Поэтому, чуваки, ничего не поменялось абсолютно. По классику, кстати, да, у нас Stochastic тоже валяется перепроданный. Это хороший знак. Money Flow зеленый, так что. В целом лангую не хочу, но аккуратненько, потому что он может еще кольнуть вот из этого треугольника. Он может выбить вниз, сложно всех подрючить на 30 долларов, и потом только пойти. Эфир классик к эфиру. Тоже офигенная инвестиция, потому что он валяется на днище просто. Смотрите, эфир накачали там до 2-4 уже тысяч долларов. Эфир классик все еще вот здесь. То есть тут, в принципе, долгосрочная тенденция вот такая. Как и Dash к эфиру, кстати, тоже. То есть, грубо говоря, менять сейчас свой эфир, если вы в плюсе, частично на эфир классик или на Dash, очень хорошо. Кстати, по Dash уже загорелась. Посмотрите, какая зеленая точка. Развернулись осцилляторы наверх. Dash к эфиру. И вот он собирается тузамунить. Короче говоря, тут все просто офигительно. Bitcoin Cash тоже самое. Я даже не знаю, нужно ли отдельно смотреть. Bitcoin Cash. Ну, не совсем то же самое, но глобально то же самое, ребята. Это параболическое закругление. Bitcoin Cash к биткоину. Даже хуже выглядит, чем все. Выглядит как будто это скам. Может быть всякое, конечно. Но знаете, если он станет еще дешевле, майнеры просто переключатся, майнить Bitcoin Cash, потому что его будет выгоднее майнить, потому что его потом запампят опять. Вот он был только недавно, 1600, а сейчас 400. Сейчас его на майн, грубо говоря, он вернется на 1600 и продай в 4 раза больше профит, чем ты сейчас майнишь биток. Вот и все. Поэтому все идет своим чередом. Спокойненько. Верблюжий рынок в действии. Вытряхиваем хомяков. Доминация BTC на недельке вроде как отскакивает, но мы посмотрим еще, как она отскочит. Я все-таки за то, что она пойдет пробивать вот этот лоб, потому что еще раз повторяю, альткоинов сейчас в 10 раз больше, чем было вот здесь. И ценности в них тоже в сотни раз больше. Сейчас все эти DeFi, и все эти истории. Поэтому я думаю, мы по этому альтсезону опередим вот предыдущий. Если посмотреть на это под другим углом, то мы затузымунем по альтам, потому что здесь вы понимаете, что для тузымуна альтов этот график должен идти вниз. Точнее, этот график является следствием тузымуна или дампа альтов. Если альты тузымунят, то этот график идет вниз, как было вот здесь. Если альты дампят к битку, то этот график идет наверх, как было вот здесь. Ну и что еще можно сказать, подытожить, что, конечно же, надо присматривать за ситуацией на мировом рынке, на сток-маркете. И вроде бы позитивный фактор, что доллары безлимитно печатают, и сток-маркет при этом растет. Посмотрите, он на недельках даже падать не собирался. Но в моменте, если он вдруг начнет дампать, как вот было в коронадамп, конечно, он, возможно, может утащить с собой крипту. Но с другой стороны, крипта-то мы уже видим, что упал на 50%, а сток-маркет нет, стоит на хаях. Поэтому я стою за менее очевидный вариант, что сток-маркет в какой-то момент у нас начнет дампиться, и дампится серьезно, перепишет вот эти, вот эти лоу, возможно, даже уйдет в медвежий рынок. Ну, не знаю, когда, например, когда перестанут стимуляцию денежную производить. А вот крипта в этот момент затузымунит, я думаю, что так будет, потому что в короткую крипта может подпросесть, что слабые руки начнут вытряхивать, продавать дешевле. Но в долгу, вы понимаете, что с фондового рынка, если хотя бы 1% денег занесут в крипту, она уже затузымунит. А если с нее занесут 5 или 10%, просто начнется на медвежий рынок и занесут в крипту 5-10%, крипта затузымунит очень-очень сильно. Поэтому, ребятушки, дисклеймер, не финансовый совет, но модель Stock to Flow, логарифмический канал, почаще отдаляйтесь, вспоминайте, где мы находимся, вспоминайте, что мы тут в долгую. Вот вам BIMBENZ показывает верхняя граница канала, 170 тысяч долларов уже, и пока мы туда поднимемся, она уже будет 220 тысяч долларов. Нижняя граница канала в случае медвежьего рынка уже 14-15 тысяч долларов, пока мы поднимемся, она будет 20 тысяч долларов. И ко дну следующего медвежьего рынка она будет как раз в районе 30-40 тысяч долларов, и то не факт, что он будет еще. Поэтому расти нам еще и расти, ребятушки, до следующего пика, а потом только падать, консолидироваться и расти дальше. Это игра в долгую, это биткоин, это самая крутая платежная интернет-сеть по типу торрентов, где владеете только-только вы, если вы держите свои приватные ключи, только вы владеете своими биткоинами, никто не может вас ограничить, отправить в любую точку мира за 15 минут с минимальной комиссией абсолютно любую сумму. Никто не может вас ограничить в голове провозить любые суммы, зная свою приватную фразу. Никто не может вас ее изъять, заблокировать, заморозить транзакцию. Вот в чем ценность биткоина и топовых криптовалют. Поэтому вот такие вот дела, не забывайте об этом. В короткую мы всегда можем упасть, но в долгу мы по-любому будем расти, поэтому не финансовый сайт дисклеймер. С вами был Гариня, всем профита и увидимся в следующих видео. Пока.